Так, первый раздел, первый период, это черный пояс. Ученику присваивается черный пояс после месяца занятий. То есть он пришел, испытательный срок, то есть ты смотришь, достойный, недостоин был учеником школы. Если он достоин, значит ты говоришь, вручается черный пояс, экзамен для этого сдавать не нужно. И желание студента. Если желание следит, и ты считаешь, что он достоин, и что он может, тогда присваивается пояс. И начинается программа. Программа обучения длится до шести месяцев. Обычно мы даем их за четыре месяца. Дети занимаются у нас с сентября по май. То есть не шесть месяцев, а чуть больше. Взрослые где-то четыре-пять месяцев. Стандарт ведет шесть месяцев. В программу входит определенный комплект упражнений. Условно мы называем, что первый период – это первый класс. Европейцы так легче. Первый, второй, третий, когда говоришь «синий пояс» или «синий два», он не может понять, а что перед этим, сколько поясов. Поэтому первый класс – черный пояс. Класс закончился, после этого пояс защищается. Сдача экзамена – это защита пояса, который тебе вручили. Защитили пояс и вручается экстерном следующий. Ты его не заслужил. Ты его получил, как бы перешел в кредит. Ты его перешел в этот класс черный один, но ты его не достоин. Ты начинаешь программу второго периода, второго класса, изучаешь ее, и тогда после того, как ты прошел, защищаешь. Вот таким образом идет экзаменационная программа. Это получается, как в школе. Поступил в пятый класс, учишь в пятый класс, но ты пятиклассник, да? Да, да, да. Потом сдаешь, ты сдал в пятый класс и перешел в шестой класс. Тебя зачислили учиться в шестом классе. Да, да, да. Ты студент, ученик шестого класса. То есть дневник, пустой дневник в начале учебной школы – это пустой пояс. Сдали экзамен, лычку присвоили, значит, ты защитил. Значит, нужно понимать, что базовая программа – это пять периодов. Пять период – это пять элементов. Земля, огонь, вода, металл, дерево. Стандарт. Все начинается с первого периода, и первый период символизирует состояние дерева. Дерево символизирует леопард, стиль леопарда. Это печень, и, соответственно, это просто формы. Поэтому в первом периоде никаких серьезных приучений не дается. Задача заключается приучить студента к формам. Поэтому все упражнения, они основываются на том, чтобы выучить движение без глубокого понимания, на что они работают. Хотя инструктор объясняет, это на эту группу мышц, на эту группу мышц, но все равно это приучение студента к определенной хореографии движения. Потому что люди приходят разноплановые, кто-то занимался боксом, кто-то танцами, у всех разная пластика. И вот, в принципе, не только первый период, и второй период, то есть это 6,6-12 месяцев, это перестройка студента в состояние хореографии кунг-фу-вучи. Мы изучаем на базовом уровне два раздела – кунг-фу и вучи. Кунг-фу – это стили животных, 5 элементов и най-конг. Вучи – это чиконг, и это суставная дыхательная-здоровительная гимнастика. Экзамены сдаются только по программе кунг-фу-най-конг. По разделу вучи экзамены не сдаются. Все классы мы делим на два раздела. Люди, которые приходят для оздоровления – это чуть-чуть най-конг, чуть-чуть чиконг, и они не сдают экзамены, и у них программа практически постоянно повторяется. Это первая группа чиконг, первая группа най-конг, и она крутится целый год. Вторая группа людей, которые хотят заниматься этим направлением как школой. И вот мы говорим о школе сейчас, программа именно школьная. И программа состоит из нескольких разделов. Первый раздел – это най-конг. Най-конг – это система упражнений энергетических, направленная на формирование мышечного корсета. Они же являются дыхательной и суставной гимнастикой, они же являются программой строения тела и подготовки к боевым искусствам. То есть это как бы азбука – А, Б, В, Г, Д. Всего упражнений 36, как 36 букв. В каждом классе определенная группа упражнений. Только в первом классе черного пояса четыре упражнения най-конг, а следующие все группы по три. Первый раздел – най-конг. Второй раздел – стойки. Как правильно, в каком положении стоять, как двигаться, перемещаться. Третий раздел – техника рук, удары руками. Четвертый раздел – техника ног, это удары ногами. Следующий раздел – комплексы. И комплексов в этих пяти периодах пять. И каждый комплекс тоже символизирует определенный элемент. И в каждом периоде комплекс имеет следующий уровень свой. Изменяется чуть-чуть комплекс. И каждый комплекс в следующем классе удлиняется. То есть в первом классе чуть-чуть комплекса. Во втором – следующая его часть. В третьем – следующая его часть. Пять классов прошли. Пять разделов одного комплекса. И в каждом уровне, в каждом классе из пяти – усложнение этого комплекса. Ну, то есть комплексы – это самый такой объемный информационный блок, как и най-конг. Най-конг и комплексы – они самые такие объемные по программе, в момент обучения. Именно комплексы привычают к хореографии движения. Чтобы у человека определенно появилось пластик, движение. Чтобы у человека можно было со стороны видеть, что вот человек занимается кунг-фу, вучьи. Видно, что со стороны человек занимается карате или тэквондо. То есть необходимо человека так перестроить, чтобы его движения были похожи на то, что он занимается кунг-фу. Правда, многие люди вообще не понимают, что это кунг-фу. И они не понимают, что значит двигаться, как мастер кунг-фу. Это определенная хореография. Мы этого коснемся момента. Мастера высокого уровня даже специально на улице идут осознанно, как мастера кунг-фу, с определенной хореографией, с определенным положением тела, плеч, рук, чтобы было видно, что это идет кунг-фуист. Но оно отличается от обычного человека, который идет просто по улице или от другого вида спорта. И последний раздел – это связки и парная работа. Парная работа строится из связок. Связки – это запрограммированные упражнения. Он делает так, ты делаешь так, блок удар, потом перемена. То есть специально программированное движение. К парной работе относятся рассматривание, применение комплексов. Каждый из комплексов имеет набор движений. Эти движения берутся и рассматриваются с партнером как парная работа. И тоже они запрограммированы. То есть инструктор говорит, ты делаешь так, я делаю так, ты делаешь это, я делаю это. То есть это не свободный поединок, не что хочу, делаю. А на первом, втором периоде все упражнения парной работы осознанно построены инструктором. И ученик выполняет их строго. То есть опять же цель заключается в приучении определенной техники и хореографии. Свободные вещи и импровизация, и творческий момент начинаются где-то с третьего периода. Третьего, если ученик готов, но чаще всего четвертого. И в программе обучения стандартно, ну, наверное, это для европейских, придумано ОФП, общая физическая подготовка. Это элементы, связанные с тем, чтобы видеть продвижение студента, но чаще всего для него само, что он чувствует, что он изменяется. То есть там приседания, отжимания, какие-то вещи, там шпагат, насколько он сел. И, скажем, первый класс закончил, идет срез, типа там присел 10 раз, потянулся 2 раза, шпагат там, высота между полом там 20. В следующем классе пишется то, что было и то, что есть через 6 месяцев. Если показатель меняется, то студент видит, что да, динамика есть. На самом деле это такой момент больше деревянный, больше такой ОФПшный и, я бы сказал, больше к советскому строю относятся. Ну, и мотивирующий, думаю. Да, да, да. Чтобы человек видел результат. Да, это начальный уровень для студента, чтобы он мозгами видел, что у него динамика есть. На следующих этапах, начиная с 5 класса и выше, нет ОФП. Не принимается никаких срезов, там идет уже именно просматривание осознанности, внутренней практики, не телесных. Первые 5 периодов – это работа с телом. Следующие 5 периодов – это работа с внутренними качествами. Значит, программа начинается с Ной Конг. Я повторяюсь, в каждом периоде вот эти блоки сохранены, все 5 периодов. Очень важно понимать, чем отличается во втором классе, в третьем классе, в четвертом классе одно и то же упражнение. Скажем, первый Ной Конг в первом классе, и он же в пятом классе. Но выполнение его возможно изменяться, и оно изменяется, и вы должны понимать, почему, как и на что влияет. То есть в первом классе и в пятом классе Ной Конг делать по-разному. И очень важно понимать вот эту вот градацию. Если вы понимаете, значит вы инструктор. Если вы не понимаете, значит вы просто студент. Пять периодов, пять классов, базовый комплект. И они должны быть сохранены жестко. То есть нельзя их изменять. Начиная с пятого периода, программа подстраивается под студента, под старшего уже ученика или инструктора. И это идет специализация. Первые пять периодов это три года обучения. Стандарт. Ну где-то может два спины, кто быстро учится. Потом выбирается специализация. Например, вы там стили животных изучаете. Другой женская ангамия. Третий там багуа или сини. И тогда уже базовый комплект, который был первый, теперь продолжается. Появляются новые формы, новые упражнения, новые Ной Конги. Новый удар рукавой, ногой. Но еще и учится дополнительно программа специализации. За первых пять периодов мастер просматривает ученика, к чему у него склонности. И дает во время занятий какие-то базовые вещи, которые позволяют ему видеть, к чему у него больше склонности. Ну, например, там он мягкий, значит ему нужно кроме мягкости еще жесткость. Если он очень жесткий, значит кроме жесткости еще мягкий. Но в большей степени здесь задача стоит в том, чтобы почувствовать, какой стиль у него ущербный, то есть слабый, и тот, который сильный. И вот эти два стиля, так как между ними связь, проработать. Все остальные дополнительно изучаются уже факультантин, если он желает. Поэтому, когда изучается, например, первые пять периодов, параллельно дает какие-то хореографии движения стиля тигра, змеи, журавля, леопарда. Не как форма, а как базовый шаг. Вот же шаг тигра, вот шаг змеи, вот шаг леопарда. И сможешь понять, как инструктор на студента, насколько он в этих движениях, движение тела соответствует. То есть движение тела, оно определяюще является для того, чтобы выбрать стиль. И, как правило, мы наблюдаем, что только через год занятий мы действительно видим, раскрывается тело в какую сторону. Потому что за первый год оно больше забито и не совсем правильно построено. И мы не можем определить, к какому лучшей методике ему применить, чтобы быстрее раскрыть. Бывают, конечно, исключения. Бывают студенты, которые приходят уже и осознанные, и продвинутые, и легко обучаемые. Желательно их выделять в отдельный класс, не в общей группе. Потому что вот таких самородков нужно поощрять, но при этом не давать им звездную болезнь. То есть, например, самое простое это ставить их проводить разминку. Он уже чувствует себя выделенный, но он все равно студент. Дополнительно какое-то упражнение показать, дополнительно какой-то индивидуальный урок назначить. Оставить после занятия чуть-чуть попозже, чтобы он почувствовал, что им занимается. Там цену чуть-чуть снизить. То есть, вот эти шаги должны быть поощрительные, чтобы он понимал, что, ну, мастер им занимается, наверное, перспективно. Но при этом не очень сильно его, так сказать, хвалить, что он звезда. Значит, ну, это вот вступительное слово, которое обычно мы делаем перед студентами, рассказывая о том, что входит программа. Туда же добавляется еще обязательно поясовая система. Поясовая система заключается таким образом. Первый пояс черный, потом черный пояс, первый кап, второй кап, третий кап. Каждый кап через 6 месяцев. С черного 3 до синего год. И когда человек получает синий пояс, он еще его не заслужил. Его еще не сдал экзамен. Но он уже начинающий инструктор. Он должен его защитить. Начиная с синего пояса, это как бы второй уровень обучения синих поясов. Идет синий пояс. Первый кап, второй кап, третий кап. И каждый из капов год-два. В зависимости от скорости. Потому что уже выбран для студента, ну для уже старшего ученика стиль. И мастеру нужно его подвести, объяснить. И не всегда получается очень быстро. Практика показала, что начиная с синего пояса, идет очень сильное изменение внутреннее на осознанность. И борьба не только с физикой, но и с сознанием. И как правило, я наблюдаю, что очень хорошие ученики на этом этапе даже пропадают на полгода, потом появляются. У них вот этот этап очень разный. Бывает, что студент пропадает на пять лет. Потом появляется, и он говорит, все, я понимаю, давайте дальше. А бывает, что и все не попадает. Поэтому здесь вот эта программа временная не стандартная. Но по опыту я смотрю, что где-то полтора года на каждый синий пояс. Значит, после синих поясов идут красные пояса. Красные пояса – это уже мастер. Мастер в кунг-фу. Потому что вся программа, которая была перед этим, черно-синий пояса, была специализация на кунг-фу. Это ной-конг, стили животных, понимание пяти элементов, пяти стихий. Это все относится к разделу к кунг-фу. Хотя внутри кунг-гя, кунг-за есть и другие направления. Это вучи, тай-чи, сини, багуа и так далее, венчунь. В этих направлениях он не мастер. Он познакомился с ними, но программу ихнюю изучал поверхностно. Задача была, подходя к красному поясу, быть мастером в одном из стилей. Это кунг-фу. Потому что потом идет уже более проще и быстрее обучение всех остальных, потому что они все построены на одной базе. Базовые шаги, базовые стойки очень похожи. Тело подготовлено. И потом обучение идет очень быстро. Красный пояс – это уже отдельно стоящий молодой мастер, который имеет право учить других и имеет право присылать пояса до синего пояса. Красный пояс идет уже с данными, не капами данными. Красный пояс – первый дан, второй дан, третий дан. Каждый красный пояс из практики нашей обучается где-то около пяти лет. Опять же, это все очень образно. Могут двигаться студенты быстро, а могут еще и медленнее. Здесь уже стоит задача не в том, чтобы там работа с телом или с сознанием, а это уже раздел, где человек учится управлять энергией, расширением, обладанием чувствованием, то есть слышанием, видением. И этот этап у всех разный. Не каждый сразу включается и начинает чувствовать и видеть, понимать то, что другие не видят. И вот здесь задача мастера – включить определенными практиками, медитациями, в помощи своему студенту. Мастер его подводит и чуть-чуть помогает, чтобы он включился. Следующий пояс – белый. Белый пояс означает, что ты уже мастер и в других направлениях, которые внутри Хонгья. Белый пояс является знаком того, что ты имеешь право отделиться от своего учителя и быть отдельно стоящей единицей. То есть открыть свой класс, свой центр, независимый вести бизнес. Но рекомендуется не отрываться от мастера, потому что обучение на этом не заканчивается. Обучение не заканчивается никогда, в принципе, до конца жизни. Всегда есть момент совершенствования. Но если вы желаете, и вы можете, например, часто уехал в другую страну, открываешь там свой центр, разрешение мастера от этого есть, что ты независимо можешь вести. Но я бы рекомендовал не рвать связи. Бывали такие ситуации. Я почему проговариваю, что многие, получившие белый пояс, разрывают связь с школой и открывают свои школы. Не надо так делать. Это неправильно. Чем больше белых поясов в одной школе, в системе, тем сильнее кулак, костяк. Это сила. Они создают мировую силу. Таким образом. Внутри белых поясов назначается три белых пояса, имеющих звание белый пояс Солнца, Луна, Звезда. Это следующий гранат мастера. Гранат мастер Золотой пояс. То есть гранат мастер должен выпустить трех гранат мастеров. Это мастера, которые будут продолжать данного стиля направления и создавать дальнейшую концепцию развития. Их задача стоит в развитии школы в мировом масштабе. Не в регионе, не в городе, не в создании центра, маленького центра, там в городе Минске, например, а заниматься именно развитием школы на мировом уровне. Поездки, семинары, переговоры, то есть связи. То есть одна из основных задач – это расширение школы. Ну, это уже люди, которые обладают знаниями таких ключей, которые считаются как мастер-класс ключ. Не просто мастер, а мастер-мастеров. Вот эта система поясовая, традиционная, сохранившаяся с 16 века. Данная школа появилась, по легендам, где-то в 3-м, 2-м веке до нашей эры. Это считается основателем Лао-цзы. Но то, что было до 16 века, не сохранилась. Программа сохранена с 16 века. В то время император Китая серьезно занялся как военачальник. Изучением школ, которые практикуются в Китае, взял их под свой контроль. Обязывал своего главнокомандующего контролировать, что в каком регионе преподается. И получилось так, что данное направление было выбрано как техника телохранителей для императора Китая. И они были приближены к императорскому... к императору. И таким образом школа систематизировалась. И была создана программа для обучения данному направлению. И поэтому с того времени она как бы имеет исторические корни, с которых мы отталкиваемся. И грандмастера имеют отчет, начиная с 16 века. Например, грандмастер Ли Хон Та является седьмым грандмастером. Шестым грандмастером. Шестым грандмастером. Мировым. Но вторым во Вьетнаме. То есть во Вьетнаме начался свой отчет грандмастеров. Его отец является первым грандмастером в Гуэн Мандык. А Ли Хон Та является вторым грандмастером в Вьетнаме. Ну вот это вот то, что необходимо знать как исторический и базовый комплект для того, чтобы другим рассказывать об этом направлении теоретически. Спасибо.